Телеканал КРТ представляет Добрый день, дорогие друзья! Кто против партии ОСАДА, завербован тот МОСАДА. Гомеопатия так же эффективна, как и гороскоп. Земля круглая, бензин легко воспламеняется, а вакцины безопасны и эффективны. Как говорится, ноу-комментс. Злая Меркель страшнее дивизии СС, тем более. Возможно, и Макрон тоже человек не злопаменный, но скриншоты не горят. Короче говоря, Эрдоган решил не проверять поговорку. Тем более, что, возможно, и нет такой поговорки. Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Важнейшим событием прошлой недели стал супервторник, день, когда демократы в 14 штатах распределили треть мандатов на предвыборный партийный съезд. И предтечей успеха Байдена, догнавшего и перегнавшего Сандерса, стала его убедительная победа на кокусах в Южной Каролине 29 февраля. Байден выиграл в Южной Каролине 35 мандатов против 13 у Берни Сандерса, остальные не взяли ничего. Это продемонстрировало очень важный момент. Партийное руководство Демпартии твердо ставит на Байдена. Дело в том, что в Южной Каролине 25% населения афроамериканцы, а среди сторонников демократов их 40-50%. Лидеры афроамериканцев, включая пасторов черных церквей, являются клиентелой руководства Демпартии, которые мобилизуют проживающие в небольших населенных пунктах черные общины, в меньшей степени в крупных городах, в поддержку назначенного партией кандидата. Именно такую поддержку руководство Демпартии оказало Байдену в Южной Каролине, где и его результат, и отрыв от Сандерса намного превзошли прогнозы социологов. В супервторник успех Байдену, кроме мобилизации афроамериканцев в Южных Штатах, обеспечило снятие с гонки Пита Бутиджича и еще ряда маргинальных кандидатов, голоса которых в большей степени достались экс-вице-президенту. К утру среды ставки на победу Байдена выросли до 2 к 1, в то время как у Сандерса упали к 1 к 3. В общенациональном масштабе Байден вернулся на первое место в гонке демократов. Повлиять на расклады может снятие с дистанции двух безнадежно отставших кандидатов. Майка Блумберга, нелепо потратившего почти полмиллиарда долларов, но провалившего супервторник. А также Элизабету Уоррен, которая подавала надежды, но так и не взлетела. Голоса центриста Блумберга большей частью идут к Байдену, а леволиберальный Уоррен к Сандерсу. В то время, когда демократы бьются за номинацию, президент Дональд Трамп пытается наверстать упущенное в международной политике, где его успехи сограждане оценивают существенно ниже, нежели в национальной экономике. Серьезным образом изменить и расстановку сил в регионе, и даже мировые правила игры могут мирные договоренности, достигнутые между США и лидерами движения Талибан, ранее террористами, а ныне демократической надеждой и опорой свободного Афганистана. Наверное. Как бы то ни было, Трамп выполнил очередное предвыборное обещание. Начал возврат американских военнослужащих из Афганистана. При этом США выводят свой контингент из Афганистана за 14 месяцев. Талибы начинают переговоры с Кабулом и гарантируют, что члены движения не будут использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников. Строго говоря, это напоминает условия соглашений Советского Союза с афганскими повстанцами, а значит капитуляцию, условия которой вооруженные группировки внутри Афганистана соблюдать не будут. Для подписания соглашения в столицу Катара, Доху, прибыла делегация из 31 члена радикального движения, а также госсекретарь США Марк Помпео, американский министр обороны Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 3 марта, отвечая на вопрос журналистов, первым ли был его состоявшийся несколькими часами ранее телефонный разговор с заместителем лидера движения Талибан «Мулой Абдулой Ганиб Бородаром», цитата, «Не хочу этого говорить, но у нас сегодня состоялась очень хорошая беседа с лидером Талибан. Они стремятся к завершению этой войны, и мы стремимся к завершению этого. Мне кажется, у нас у всех общие интересы». И добавил, «Мои отношения с Мулой очень хорошие. У нас сегодня состоялся хороший продолжительный разговор. Они хотят прекратить насилие. Они тоже хотят прекратить насилие». Конец цитаты. Как говорится, «ноу комменс», хотя Станиславский, скорее всего, воскликнул бы свое традиционное. Последний штрих. Упоминание в российских СМИ соглашения между США и Талибаном сопровождается обязательным по закону примечанием, что эта организация запрещена в России. Эта ремарка не может не вызвать улыбку в связи с тем фактом, что делегации Талибана за последние два года три раза поисещали в Москву, в том числе встречались с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Впрочем, мир с Талибами – не единственный внешнеполитический успех Трампа за последнее время. Недавно он посетил Индию, стремясь установить с Нью-Дели отношение стратегического партнерства. Против кого планируют дружить США и Индия, мы узнаем у эксперта-межнародника, директора Института «Новая Украина» Светослава Денисенко. Добрый день, Светослав. Добрый день, Дмитрий. Большое спасибо, во-первых, за тему. Очень редко украинские обозреватели, международники, обращают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, и это достаточно зря. Потому что пока в Европе разворачиваются войны за прошлое, на Ближнем Востоке воюют за настоящее, собственно, в Индо-Тихоокеанском, или как раньше принято было его называть, Азиатско-Тихоокеанском регионе, разворачивается конкуренция за будущее. Предполагается, что теперь в фокусе внимания Соединенных Штатов окажется не только Тихий океан, но, собственно, Индийский океан, то есть образуется некая логическая связка между контролем над этими океанами. Вот в этой логике тоже стоит рассматривать визит Трампа в Индию. Вообще визит Трампа в Индию стоит, как бы, тут два пласта есть. Первый пласт, он достаточно понятный, возможно, даже, можно сказать так, тактический или там среднесрочный. Тут две цели. Они довольно четко просматриваются. Значит, первая цель, очевидно, она тактическая, связана с выборами. Индийская диаспора в США в последние годы очень активно растет. Соединенные Штаты оценивают, значит, так сказать, количество граждан индийского происхождения 2,5 миллиона человек, 2,6. Сами индийцы оценивают это на уровне 4 миллионов человек. Вторая, такая уже более среднесрочная цель, очевидно, это укрепление позиций Соединенных Штатов Америки и торгово-экономических связей США с Индией и новое, скажем так, репозиционирование США в торговых отношениях с Индией. Что имеется в виду? По прогнозам большинства инвестиционных банков, очевидно, наступает век Азии. Уже к 2030 году ведущими экономиками мира станут экономика Китая и экономика Индии. Экономика Индии очень динамично растет. Начиная с начала 2000-х, индийский ВВП увеличился более чем в три раза. Средняя динамика роста ВВП порядка 7%. Поэтому вхождение американского капитала, участие, так сказать, в развитии Индии, это очень перспективная, интересная тема, что, собственно, и добивается Трамп, пытаясь, так сказать, выйти на большое торговое соглашение, или, как он называет, на большую торговую сделку с Индией. А вот второй пласт, это уже, собственно, мы можем говорить о неких геостратегических вопросах. Очевидно, что раз Юго-Восточная Азия становится центром мирового экономического роста по всем разнообразным прогнозам, две наиболее быстро растущие экономики Китая и Индии будут претендовать на ресурсы. Им нужны ресурсы для роста. Скажу, что Индия отличается, ну, скажем так, особым видом геополитического видения. Это единственная из крупных держав, которая исходит из принципа концентрических кругов, геополитических трех, а не других концепций борьбы, там, моря, суши, побережья, вот эти. И с точки зрения Индии, в ближнем круге концентрическом она отстаивает свои национальные интересы. В более широком экономические интересы и в самом большом круге она требует признания себя великой державой. И, собственно говоря, не противоречит действия Индии этой концепции. Если Франция и США и другие, может быть, Британия начинают признавать ее партнером и оказывать помощь, эта помощь помогает Индии отстаивать национальные интересы в ближнем круге. А мы понимаем, ближний круг – это Китай. Борьба за ближайшие ресурсы, борьба даже за ближайшие территории, которые есть спорные, до сих пор есть территории спорные между Индией и Китаем или Индией, Китаем и третьими государствами. И в этом плане действительно прорыва, может быть, и не произошло с этой поездкой Трампа. Но, тем не менее, Индия лишний раз заявила о себе как о новой великой державе, которая претендует на особый статус в отношениях с другими великими державами. Индия, очевидно, готовится стать второй экономикой мира, как ей пророчат, вот уже буквально в 2030 году. И пытается, конечно, нарастить политические мускулы, одновременно участвуя и в ШОС, являясь участником этой организации, и параллельно простраивая отношения с Соединенными Штатами Америки, с Британией, безусловно. Это балансирует ее внешнюю политику, укрепляет ее позиции. Ну и да, Индия надеется в перспективе стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы знаем, что, в общем-то, она взаимодействует в этом смысле и с Японией, и с Германией, и с Бразилией по поводу пересмотра и реформирования этой ситуации. Да, это, безусловно, укрепление отношений со Штатами, с Соединенными Штатами. Это заявка на, скажем так, на статус, на новый статус индийской державы. Благодарю вас, Святослав. Это был эксперт-международник, директор Института «Новая Украина» Святослав Денисенко. Благодарю вас. Спасибо большое. С раскруткой в Соединенных Штатах маховика выборов все чаще звучат обвинения в адрес России по поводу вмешательства в избирательный процесс. 27 февраля представители американской разведки предупредили конгрессменов, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года в попытке добиться переизбрания Трампа. Правда, затем руководство разведки заявило, что члены палаты представителей неправильно поняли или неверно услышали содержание брифинга, и что хотя Россия вмешивается в выборы, это вовсе не значит, что она делает это в интересах президента. Трамп отправил исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайера в отставку, а позже обвинил демократов в том, что они распространяют фальшивки. 28 февраля Вашингтон-Пост сообщила, что якобы американские официальные лица месяц назад проинформировали сенатора Берни Сандерса, что Россия пытается помочь ему получить демократическую номинацию. Сандерс немедленно осудил Россию, назвав президента Владимира Путина самовластным громилой и предупредил Москву, чтобы та держалась подальше от выборов. С другой стороны, отвечая на вопрос о том, почему информация о российских попытках оказать помощь появилась 28 февраля, Сандерс сказал, цитата, «А вы сами догадаетесь, ведь до кокуса в Неваде остается один день. Почему она появилась, как вы думаете?» И на страницах Вашингтон-Пост «Добрые друзья», конец цитаты. На митинге в Лас-Вегасе Трамп предположил, что Путин отдает предпочтение Сандерсу, ведь тот вместе с женой, цитата, провел медовый месяц в Москве. Помощник Майкла Блумберга Дэн Кенниген выступил в унисон с президентом, цитата, «Сам Трамп, а теперь русские, дают понять, что сенатор Сандерс – это как раз тот кандидат, против которого они хотят выступить». Кстати, насчет Трампа – это сущая правда. Нарушая все неписанные нормы американского политеса, Дональд Трамп накануне голосования в Южной Каролине обратился к сторонникам республиканской партии с призывом прийти на демократические кокусы и отдать голос за Сандерса. Дело в том, что в этом штате кокусы открытые, то есть в них могут принять участие все желающие, независимо от партийности. На следующий день после кокусов, комментируя снятие кандидатуры Бутиджичем, Трамп написал в своем твиттере «Пит Бутиджич выбыл. Все его голоса в супервторник уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры. Он опять без номинации». Сам же Джозеф Байден заявил, что он тот кандидат, которого Путин ненавидит больше всех. «Русские не хотят, чтобы меня выдвинули. Они потратили много денег на бота в Фейсбуке, заявляя, что Байден плохой человек. Но их разоблачили. Они не хотят, чтобы Байден участвовал в гонке». Впрочем, все более громко звучит голос тех аналитиков, которые утверждают, что даже если Россия вмешивается во внутреннюю политику США, то путем заострения и раздувания существующих в американском обществе критических разногласий. Вопрос идеологической разделенности американской политической нации все чаще и все с большей тревогой обсуждается американскими политологами и социологами. Фактически, по абсолютному большинству критериев и параметров, сторонники демократов и республиканцев настолько разительно отличаются друг от друга, что можно говорить о формировании двух политических наций – либеральных жителей мегаполисов по определению Максима Горького городов желтого дьявола и консервативных жителей глубинки с легкой руки Ильфа и Петрова одноэтажной Америки. В прошлом году в США был вал таких исследований, которые показали нарастание раскола между демократами и республиканцами от небольших зазоров в самом начале экономического кризиса 2008 года до драматических различий в 2018-19 годах. Сегодня я ознакомлю вас с еще одним исследованием под названием «Разделенная нация. Нарастание партийной поляризации накануне президентских выборов 2020» в рамках 10-го американского опроса по определению ценностных ориентиров, который был проведен весьма авторитетным Брукенским институтом при поддержке ряда фондов. Полевой этап исследований проводился с конца августа по начало октября 2019 года. Уже первый вопрос, не имеющий напрямую никакого отношения к политике, показал серьезнейшие различия между сторонниками двух основных партий. Так, среди всех американцев, белые христиане всех конфессий составляют менее половины – 42%, а не относящие себя ни к одной конфессии – четверть – 25%. Отдельно хочу отметить, что дефиниция, не относящая себя ни к одной конфессии, включает в себя атеистов и агностиков, но существенно шире. В то же время у республиканцев доля белых христиан превышает две трети – 69%, а не относят себя ни к одной из конфессий – только каждый восьмой – 13%. Зато у демократов доля белых христиан более чем вдвое ниже, чем у республиканцев – всего 30%, практически наравне с непримкнувшими. Понятно, что различия в религиозной идентичности предопределяют серьезные расхождения восприятия политических процессов и идеологических маркеров рядовых сторонников двух основных партий США. Однако, разумеется, существует и множество иных факторов, начиная от образа жизни, образовательного уровня и сферы деятельности. Осенью прошлого года 74% республиканцев было уверено, что Америка движется в правильном направлении. Видимо, к обещанному Great Again, в то время как накануне избрания Трампа только 7% республиканцев были согласны с направлением движения страны. Правда, и демократы в 2016-м как-то вяловато только 42% приветствовали инерционный курс США, заданный еще Бараком Обамы. Зато сегодня только 11% сторонников Демпартии одобряют курс Америки под эгидой Дональда Трампа. Интересно, что среди независимых избирателей поддержка курса страны заметно возросла с 21% в 2016-м до 34% в конце 2019-м. Тремя главными критическими проблемами либеральные избиратели видят здравоохранение, назвали 77% сторонников Демпартии, климатические изменения – 72% и иностранное вмешательство в американские выборы – 63%. И если тема здравоохранения волнует почти половину республиканцев – 48%, то на климат они практически не обращают внимания – 17%. Да и иностранное вмешательство в выборы беспокоит лишь 26% консервативно настроенных избирателей. Со своей стороны, три главные критические проблемы консервативных избирателей США – терроризм, назвали 63% сторонников Республиканской партии, иммиграция – 60% и криминал – 50%. Интересно, что по этим вопросам нет такого драматического разрыва между сторонниками основных партий. Половина или около того демократов также назвали эти проблемы в числе критических. В качестве своих персональных качеств порядка четырех из пяти демократов в первую очередь называют прогрессивность, экологизм и гуманизм. Да, вспомнишь семейку Клинтонов, госсекретаря Олбрайт, вице-президента Байдена – точно гуманисты. Правда, какие-то серийные. Абсолютное большинство республиканцев соотносят с собой духовность, традиционализм и приверженность принципу «Америка прежде всего». Причем на последнюю указали 90%, что говорит о полном попадании Трампа своим ключевым лозунгам в целевую аудиторию. Разумеется, при таких расхождениях в принципиальных жизненных установках демократы и республиканцы смотрят друг на друга через мощные идеологические фильтры. Так, 94% республиканцев уверены, что их партия защищает американский образ жизни от внешнего негативного влияния. В то время как 80% демократов утверждают, что республиканская партия захвачена расистами. Как вы догадываетесь, обе стороны характеризуют один и тот же процесс, но с диаметрально противоположных точек зрения. С другой стороны, 83% демократов считают, что их партия стремится заставить капитализм работать на благо среднего американца. Но 82% республиканцев уверены, что демократическая партия захвачена социалистами. Впрочем, пока что сторонники Демпартии в жесткой конкуренции нащупывают ту формулу месседжей и маркеров, с которыми они попытаются сокрушить республиканцев. А вот республиканцы во главе с Трампом исходят из принципа «от добра добра не ищут». И без каких-либо когнитивных диссонансов сочетают вполне либеральные подходы к экономике с консервативным взглядом на общество. 65% республиканцев считают, что общество в целом становится слишком мягким и женственным. И с ними согласны лишь 26% демократов. 69% республиканцев уверены, что дискриминация белых является такой же большой проблемой, как и дискриминация черных. Их поддерживает в этом лишь 21% демократов. 63% республиканцев согласны с точкой зрения, что иммигранты вторгаются в нашу страну и подменяют наш культурный и этнический фон. На этих позициях стоит лишь 20% демократов. 55% республиканцев считают, что необходимо верить в Бога для того, чтобы быть высокоморальным и следовать правильным ценностям. Аминь готовы воскликнуть вместе с ними 35% демократов. Продолжая тему выборов, нельзя не остановиться на результатах третьих подряд в неочередных парламентских выборах в Израиле. Дело в том, что эти выборы являются во многом прелюдией к президентским выборам в США. Такой же расклад сил, правоконсервативный лагерь против леволиберального, разумеется, с израильской спецификой. Отсюда и ставка Дональда Трампа на победу блока Ликут и дальнейшее премьерство Нетаньяху, а верхушки ДЭМ-партии США и Сарасят на блок Кахоль-Лаван и премьерство Бенни Ганса. Надо отдать должное Бенниамину Нетаньяху. Относительные победы он достиг, что называется на морально-волевых качествах. И финальный ролик кампании Ликут не является большим преувеличением. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В результате Ликут достиг успеха за счет увеличения явки своих сторонников и вместе с союзниками из ультрарелигиозных партий вышел на рубеж в 59-60 мандатов из 120. Окончательный результат станет известен после подсчета еще 6% голосов военных пациентов больниц и находящихся в карантине в связи с коронавирусом. Где взять недостающие 1-2 мандата? Очень просто. Предложить пост министра депутату от одной из небольших левых партий, которому ничего не светит при другом раскладе. В обмен на его голос, разумеется. Так уже получила предложение занять пост министра здравоохранения лидер небольшой левой партии Гешер – Орли Леви. Собственно говоря, Орли в политике барышня опытная. Ее отец был министром иностранных дел от Ликуда, а в Кнессет она впервые избралась от партии «Наш дом Израиль». С другой стороны, потенциальные перебежчики могут позволить себе торговаться, в то время как Биби поджимают сроки. 17 марта заканчивается срок его премьерской неприкосновенности, которую нужно обновить, чтобы не рисковать десяткам годков лишения свободы по предъявленным ему обвинениям. Завершая тему, необходимо отметить исторический успех Объединенного арабского списка, который, благодаря мобилизации своих сторонников, вышел на результат в 15 мандатов. Кстати, в соседней с Израилем Сирии тоже назначены парламентские выборы, которые пройдут 13 апреля. Так что коллеги, с нетерпением ожидающие осенних местных выборах в Украине, могут съездить потренироваться. Я, кстати, даже слоган придумал. Кто против партии «Осада», завербован тот «Мосадом». Хотя, конечно же, внимание всего мира к Сирии приковано отнюдь не из-за выборов. Ключевым моментом нового обострения конфликта в Сирии стали ожесточенные бои за город Саракиб, который находится на развилке двух стратегических трасс – шоссе М04 «Латакия-Леппа» и М05 «Дамаск-Леппа». 1 марта турецкая армия развернула на северо-западе Сирии операцию «Весенний щит», задачей которой является отбросить регулярную сирийскую армию за линию Идлибской зоны деэскалации, установленную согласно Сочинскому меморандуму 2018 года, подписанному Россией и Турцией. Глядя на карту, нельзя не признать правоту Анкары. Сирийская армия очень глубоко вошла в Идлибскую зону деэскалации и даже вторглась в демилитаризованную зону. Обе линии были установлены в соответствии с сочинскими соглашениями от 17 сентября 2018 года. При этом целый ряд наблюдательных и опорных пунктов турецкой армии оказались на территории подконтрольной сирийской армии. Глядя на состав тех, кто контролирует территории, которые освободила сирийская армия, трудно не признать правоты Дамаска. Турция не разоружила и не вытеснила отряды радикальных исламистов из своей зоны ответственности, а также не разблокировала город Саракиб. То, что боевики Национального фронта освобождения являются откровенными прокси Турции, уже давно стало данностью, с которой все в той или иной степени смирились, условно считая их умеренной, то есть не исламистской оппозицией. Однако Анкара открыто поддерживает группировку Джебхат-Фат-Аш-Шам, фронт помощи народу Шам, который является переименованной Джебхат-Ан-Нусрой, общепризнанной исламистской террористической организацией, филиалом Аль-Каиды в Сирии и Ливане. Для понимания под термином Шам понимается Великая Сирия, охватывающая территории Иордании, Ливана, Палестины, включая Израиль и, собственно, нынешней Сирии. Так что Джебхат-Фат-Аш-Шам, поддержанный Турцией, не планирует остановиться на достигнутом в провинции Длиб. События в районе боевых действий развиваются стремительно. Сарахиб несколько раз переходил из рук в руки, однако после того, как в ночь на понедельник он был взят в третий раз, Россия вела туда свою военную полицию, пытаясь зафиксировать успех осадовской коалиции, что, впрочем, не помешало протурецким силам вновь атаковать город. Возможное прямое столкновение Турции и России столь подробно обсуждалось и даже смаковалось различными аналитиками, что был упущен третий сильный региональный игрок – Иран. 29 февраля президент Турции в телефонном разговоре обсудил с президентом Ирана Роухани ситуацию в сирийском Идлибе. При этом Роухани предложил Эрдогану найти решение на троих – Анкара, Тегеран и Дамаск – без России. Если кто-то думает, что это пример коварства восточной дипломатии, то он ошибается. Это пример двойного коварства. С одной стороны, Тегеран напоминает Москве, что ключевые договоренности по деэскалации в Сирии были заключены между Турцией и Россией без участия Ирана, несмотря на то, что роль Тегерана и в сохранении власти Башара Асада, и в переломе в сирийской войне очень велика. С другой стороны, Роухани сделал предложение, от которого Эрдоган не мог не отказаться. Для Анкары неприемлемы любые переговоры с официальным Дамаском. А уже на следующий день, 1 марта, в ответ на развертывание турецкой операции «Весенний щит», иранский военный консультативный центр в Сирии заявил, что Турция продолжает наносить артиллерийские удары по позициям проиранского ополчения в северо-западном регионе Арабской республики, несмотря на сдержанность Тегерана. «Мы отдали приказ нашим силам не атаковать турецких военных в Едлибе, чтобы спасти их жизни. Несмотря на то, что турецкие войска находились в пределах досягаемости нашей артиллерии, мы отказались атаковать их. Но турецкие военные продолжают стрелять по нашим позициям и базам». Ну а уже в ночь с 1 на 2 марта в бой за Саракиб с протурецкими и исламистскими боевиками, действовавшими при поддержке регулярной турецкой армии, вступила коалиция из регулярной сирийской армии, спецназа Иранского корпуса стражей Исламской революции, боевиков Ливанской Хизбаллы с участием бойцов из российских частных военных компаний при поддержке российских военно-космических сил. Турция использует только боевые дроны после заявления российской стороны о том, что безопасность турецких самолетов в сирийском воздушном пространстве не гарантируется. Со своей стороны, турецкие военные используют переносные зенитные ракетные комплексы и начали подтягивать стационарные средства ПВО. При этом в зонах, где военные действия не ведутся, по-прежнему действуют совместные российско-турецкие патрули, окруженные сирийской армией турецкие наблюдательные пункты никто не атакует, а большой десантный корабль ВМФ России «Новочеркасск» 3 марта прошел через Босфор и направился на российскую базу в Сирии «Тартус». С конца февраля в Сирию уже прибыли фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также большой десантный корабль «Оркск». Влиятельная британская газета «Гардиан» считает, что Эрдоган терпит поражение в Сирии. Заголовок материала гласит «Эрдоган пожидает то, что посеял. Турция оказалась на грани катастрофы в Сирии». Цитата. Живущие по своим правилам и не признающие никакого контроля авторитарные лидеры, в данном случае мы говорим о президенте Турции Реджепе Таипе Эрдогане, как правило полагают, что лучше всех остальных знают, как нужно поступать. И они крайне нетерпимы к любой критике. Именно эта высокомерие и поставила Эрдогана и Турцию на грань катастрофы в Сирии спустя 9 лет громких угроз, опосредованного конфликта и непосредственной военной интервенции. Теперь Эрдоган оказался в изоляции со всех сторон, поссорившись со всеми остальными крупными участниками сирийского конфликта. «Отправив в феврале еще 7 тысяч военнослужащих и военную технику в провинцию Длиб, чтобы укрепить уже существующие военные опорные пункты, Турция ввязалась в непосредственную войну с режимом Башара Аля Асада. Она атаковала аэропорты и радиолокационные посты, находившиеся далеко от фактической линии фронта. Она назвала все элементы режима «законными целями для нанесения ударов». Конец цитаты. В воздушной атаке 27 февраля на турецкий конвой в Идлибе «Гардиан» дает такую интерпретацию. Прежде всего утверждается, что погибло не 33 турецких бойца, а от 55 до 100. Цитата. «Кроме того, вероятнее всего, большая часть солдат погибла не в ходе удара сирийских самолетов, а в ходе последовавших за ним авиаударов, сознательно нанесенных российскими ВКС». Конец цитаты. Однако Эрдоган решил обвинить в потерях не Москву, а Дамаск. Москва со своей стороны отрицает причастность к атаке на конвой и принесла соболезнования. «Гардиан» приводит следующую последовательность событий 27 февраля, которая началась с турецких атак по российским самолетам, летевшим над югом провинции Идлиб. Открытый турками огонь, в том числе с применением переносных зенитных ракетных комплексов, угрожал также российской стратегической базе «Хмеймим». Цитата. Рассерженное российское военное командование, или же, возможно, этот приказ поступил из Москвы, очевидно, решило подвести черту под несколькими неделями опасных столкновений. Позже, в тот же день, турецкий конвой подвергся атаке. Через несколько часов после этого, когда раненые турецкие солдаты нуждались в строчной медицинской помощи, Москва отказалась открыть для Анкары воздушное пространство над Идлибом, чтобы Турция могла эвакуировать своих людей. Хотел ли президент России Владимир Путин преподать Эрдогану суровый урок? Если так, то у Путина это получилось. Теперь Эрдоган возлагает большие надежды на личную встречу с российским лидером в стремлении предотвратить новые, более опасные столкновения, в которых Турция не сможет одержать победу. «Эрдоган поедет в Москву в четверг, 5 марта, в надежде на перемирие». Однако, ведь Турция активный член НАТО и может рассчитывать на поддержку Альянса. Впрочем, взаимоотношения Турции и НАТО в рамках военной операции Анкары в сирийской провинции Идлиб – отдельная сказка из «Тысячи и одной ночи». Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военные наступления в провинции Идлиб. Генсек отметил, что Североатлантический альянс поддерживает позицию турецкой стороны. «Мы призываем Россию и сирийский режим прекратить атаки, остановить неизбирательные воздушные атаки. Мы также призываем Россию и Сирию полностью соблюдать международное право». Далее состоялось заседание постоянных представителей членов Североатлантического альянса, на котором они должны были утвердить заявление в поддержку Турции. И текст был практически полностью согласован. Мелькнуло лишь пожелание греческой стороны включить ссылку на необходимость соблюдения декларации, подписанной между Евросоюзами и Турцией, по проблеме беженцев и мигрантов от марта 2016 года. Но все остальные отмахнулись от этой мелочи и вынесли документ на голосование. В результате Греция наложила на него вето. Эрдоган вполне предсказуемо воспринял это так, будто вето наложили ему в душу. В ответ турецкий президент продемонстрировал души прекрасные порывы, открыв границы Турции для беженцев, а по факту направив десятки тысяч крепких молодых мужчин в сторону греческой границы, которые, встретив греческие кордоны, начали забрасывать их коктейлями Молотова. Греческие пограничники Греческие пограничники действовали крайне жестко, отбив все атаки и задержав десятки мигрантов. При этом ЕС направил грекам подкрепление. Однако мигранты из Турции прибывают на греческие острова по морю, причем с детьми затапливая перед самой высадкой лодки, что, согласно законодательству Евросоюза, вынуждает власти принимать их и рассматривать прошение на статус беженцев. Впрочем, как мы понимаем, вето Греции, особенно в ее нынешней экономической ситуации, было бы невозможно без негласной поддержки ключевых стран НАТО – США, Германии и Франции. Отправив беженцев на штурм греческой границы, Эрдоган вступил в диалог не с Грецией, а со Старой Европой. И первое свое неудовольствие высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 2 марта в разговоре с Реджепом Эрдоганом канцлерин заявила, цитата, «Я понимаю, что Турция сталкивается с очень большой проблемой в отношении Идлиба. Тем не менее, для меня неприемлемо, что президент Эрдоган и его правительство выражают эту неудовлетворенность не в диалоге с нами, как с Европейским Союзом, а скорее используя беженцев. Я не считаю, что это путь для движения вперед». Правда, канцлерин позвонила Путину и выразила надежду на результативность российско-турецкой встречи на высшем уровне 5 марта, но вряд ли это та помощь, на которую рассчитывал турецкий президент. Короче говоря, Эрдоган решил не проверять поговорку «Злая Меркель страшнее дивизии СС», тем более, что, возможно, и нет такой поговорки. А просто провел рекогностировку на местности, впереди Москва, куда нужно ехать, позади Берлин, где уже не ждут. Значит, слева Париж, куда еще можно позвонить, а справа Саракиб, который можно захватить. Эрдоган начал с Парижа и в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном так прямо и заявил в пересказе своей пресс-службы, что Турция желает видеть солидарность НАТО с ее действиями в сирийской провинции Длиб не только в рассуждениях, но и в реальных действиях. Понятно, что президент Турции человек не злопамятный и мог уже забыть, что ровно за три месяца до этого он заявил, что Эммануэль Макрон, цитата, «должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о смерти мозга НАТО, потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга». Конец цитаты. Возможно, и Макрон тоже человек не злопамятный, но скриншоты не горят, а потому Эммануэль принял к сведению пожелания Реджепа. И не более того. Тем более, что Макрон сам не знает, что ему делать с республикой Мали, где четыре с половиной тысячи французских десантников при поддержке пятидесяти эстонских головорезов отсиживаются по укрепленным базам, не рискуя вступить в открытый бой с тремя тысячами джихадистов. Новая волна шестилетней операции «Бархан» началась с эпического вертолетного сражения 25 ноября прошлого года. Правда, оба столкнувшихся вертолета были французскими, в результате чего погибло 13 человек. Короче говоря, не получив поддержки НАТО накануне встречи с российским президентом, Эрдоган вполне естественно попытался улучшить свои позиции, если не по дипломатической линии, то на поле боя. В результате чего и развернулось, описанное выше, эпическое сражение за ключевой город Саракиб. Впрочем, непростые отношения Турции с НАТО, да и внутри самого НАТО, даже без Турции, секрет Палишинеля. А вот каково на этом фоне отношение украинцев к НАТО? Вопрос, как мы догадываемся, неоднозначный. Но теперь об этом догадываемся не только мы. В солиднейшей американской газете «Вашингтон-Пост» появилась статья под интригующим названием «Украина застряла между Европой и Россией?» Мы задали этот важный вопрос украинцам. В статье анализируются итоги социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в декабре 2019 года. Самой интересной, разумеется, является информация о результатах. Согласно данным «Вашингтон-Пост» со ссылкой на КМИС, 44% взрослых украинцев поддерживают идею членства в НАТО, но только четверть опрошенных согласны с развертыванием НАТОвских баз и военных на украинской территории. Между тем, военного сотрудничества с Россией, хотя 26% опрошенных, и только 4% позволили бы разместить российских военных на украинской территории. Американские журналисты отметили ярко выраженные региональные различия в геополитических предпочтениях украинцев. Цитата. Респонденты, живущие на востоке и юге страны, испытывают больше сомнений по поводу целесообразности членства Украины в НАТО, тогда как на западе и в центре страны, включая Киев, примерно в три раза больше опрошенных, 60% против 20% в других регионах, высказались в поддержку военных связей с НАТО. Этот же региональный разрыв нашел отражение в ответах на вопрос о военном сотрудничестве с Россией и даже в вопросе о том, чтобы допустить развертывание НАТОвских сил и баз на территории Украины. Конец цитаты. Интересно, что в исследовании для нашего нового старшего брата социологи КМИС задали крамольный вопрос, предложив респондентам высказать свое отношение к утверждению. Для нашей страны лучше всего занять нейтральную позицию и не вступать ни в какой военный альянс. И вот, нагло поправ Конституцию, половина украинцев согласилась с этой ересью, и только треть почуяла зраду. Вновь существенный разрыв был в региональном разрезе. Мнения украинцев касательно нейтралитета их страны заметно нарастали от Запада, 30% в поддержку нейтралитета, к центру Киеву 42%, в Востоку 62% и югу 72%. Что же касается выводов, то журналисты Вашингтон-Пост заявили нечто абсолютно ватное. Цитата. Украина продолжает служить фоном для американской внутриполитической драмы, арены для разжигания скандалов и передовой свободы. Однако, во всех этих шумных ссорах теряются внутренние сложности этой крупной европейской страны. Большинство украинцев отказываются занимать ту или иную сторону в противостоянии Россия-Запад. Несмотря на то, что Украина потеряла много людей из своей территории, разногласия между жителями разных частей страны сохраняются. И большинство граждан Украины демонстрируют стремление наладить нормальные отношения и с Россией, и с Западом. Конец цитаты. Кстати, согласно релизу КМИС от 27 февраля, на гипотетическом референдуме 40% украинцев проголосовало бы за вступление в НАТО, 31% против, остальные 28% не определились, либо не стали бы принимать участие в таком референдуме. Кстати, как мы видим, сторонников НАТО за 2 месяца стало еще на 4% меньше. Однако, что называется вопрос нейтралитета, не раскрыт. Видимо, у официального Киева, в отличие от официального Вашингтона, пока нет запроса на нейтральную Украину. Ну а о нынешнем состоянии отношений Украина-НАТО, более подробно мы поговорим с политическим экспертом Костем Бондаренко. Добрый вечер, Костя. Добрый вечер. Как мы помним, в последних числах февраля нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, готовясь стать министром иностранных дел в новом Кабмине, успел заявить о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО, и о том, что вступление Украины в Альянс является вопросом времени. И даже утверждал, что в НАТО можно вступить с оккупированными территориями. С чего бы такой ренессанс НАТОвской темы? Ну, на самом деле, вы понимаете, у нас на протяжении 30 лет постоянно говорят о том, что у нас существует прогресс в отношениях с НАТО, о том, что это вопрос времени вступления в НАТО, и, соответственно, какого времени, никто не говорит, понятно. Что касается оккупированных территорий, ну, понятно, это нонсенс, с оккупированными территориями и наличием уже сформировавшегося конфликта, вряд ли кто-то примет Украину в НАТО, и особенно учитывая еще один фактор, особенно учитывая фактор необходимого консенсуса внутри НАТО относительно принятия того или иного государства. Мы видим, с каким трудом сейчас рассматривается вопрос присоединения к НАТО балканских государств, и, соответственно, какое сопротивление находит это в Европе сегодня. И, соответственно, в данной ситуации, я думаю, что необходимо все-таки учитывать то, что в НАТО сегодня не существует консенсуса по любому вопросу, который бы сегодня не поняли, не говоря уже о членстве Украины. Хорошо. Кто-то в Украине там, среди военных стратегов, вообще реально себе роль Украины в НАТО, теоретически, представляет, мы передовой бастион, мы плацдарм, мы, так сказать, ну, не знаю, людской резерв. Кто мы? Украина является в первую очередь плацдармом для деятелей Соединенных Штатов, и не только направленной против России, но и неким плацдармом относительно активизации действий Соединенных Штатов относительно Европейского Союза. Так что Украина в этом отношении для Соединенных Штатов, не для всего НАТО, акцентирую внимание, для Соединенных Штатов как одного из главных бенефициаров НАТО, интересна Украина в первую очередь как территория. А в целом, есть ли представление, какие обязательства по отношению к Соединенным Штатам взяла на себя Украина и какие обязательства Соединенные Штаты взяли по отношению к Украине, хотя последнее звучит смешно, но тем не менее. Если кто-то и брал какие-то обязательства, то эти люди на сегодняшний день уже не находятся у власти, и я считаю, что эпоха выполнения обязательств, взятых обязательств перед Соединенными Штатами, закончилась в 2019 году. Но правда и сами Соединенные Штаты не особо сейчас настаивают. Вы видите сейчас большинство людей, которые раньше отвечали за украинское направление, которые были архитекторами Майдана, которые фактически здесь выполняли роль эмиссаров, они постепенно ушли в небытие в Соединенных Штатах или же уходят. Джордж Кент, тот же Курт Волкер и целый ряд других людей, других личностей, они на сегодняшний день не актуализируются. Что же касается Украины, ее постепенно начинают наводнять разного рода транснациональные корпорации, представители транснациональных корпораций. Когда мы говорим сегодня о так называемых соросятах, вот это сборный образ, мы просто под ними видим не только людей, ориентированных на Джорджа Сороса, а в принципе на представителей различных транснациональных корпораций, которые опять же видят на территории Украины в первую очередь территорию, видят в первую очередь некое поле для своей деятельности и не особо увлекаются вопросами, связанными с моральностью своего поведения в Украине. Благодарю вас, Курт. В последней части Международной панорамы мы поговорим о ситуации в Германии, где Ангела Меркель, похоже, лишилась возможности передать свою партию, христианско-демократический союз, в надежные, по ее мнению, руки Аннегрет Крамп Каренбауэр, которая ушла в отставку после скандала в Тюрингии, где депутаты от ХДС проголосовали за кандидатов в земельные премьеры от свободных демократов вместе с альтернативой для Германии. Теперь на лидерство в крупнейшей партии сразу четыре кандидата. Наиболее естественный Фридрих Мерц в начале нулевых, лидер фракции ХДС в Бундестаге, ныне крупный бизнесмен, который в декабре 2018 года, набрав 48% голосов на съезде партии, лишь немного уступил Крамп Каренбауэр. Вашингтон делает ставку на Йенса Шпана, министра здравоохранения Германии. Ему благоволит экс-посол США в Берлине, а ныне исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Греннел. Шпана и Греннелла сблизили консервативные взгляды и нетрадиционная ориентация. При этом Шпан вышел замуж официально, а Греннелл просто обзавелся партнером, но эти четыре мужика прекрасно дружили с семьями. Шпан является сторонником блокирования ХДС с правоконсервативной альтернативой для Германии. И этот альянс активно поддерживал посол Греннелл, несмотря на категорическое неприятие его Ангелой Меркель. Точкой сборки традиционных и нетрадиционных консерваторов Германии сегодня является исламофобия. Первые считают, что мигранты-мусульмане угрожают традиционным ценностям, вторые, что нетрадиционные. Что касается мусульман, то у них весьма поучительная история о пророке Луте, которого мы знаем как Лот, изложена в Суре Аль-Араф. Несколько неожиданно свою кандидатуру выдвинул председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Редген, ранее не отличавшийся столь серьезными политическими амбициями. И вполне ожидаемо, одним из претендентов стал премьер-министр самой крупной земли, Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. О безменениях в политическом спектре Германии и шансах потенциальных преемников Ангелы Меркель мы поговорим с медиаэкспертом Владимиром Лариным. Добрый день. Владимир. Здравствуйте. И первый вопрос. Насколько изменились рейтинги ХДС, ХСС и социал-демократов, которые сейчас составляют коалицию со времени выборов до нынешнего момента? Ситуация, конечно, изменилась очень сильно и кардинально, потому что когда доминирующие демократы ХДС, ХСС начали стремительно терять свои позиции, а, скажем, зеленые, ввиду трендов современности, начали идти вперед. Ну, в первую очередь, связано с чем, на мой взгляд? Связано с тем, что сторонники традиционных ценностей Германии, те, кто голосовали за демократов, это большая часть старше поколения, а сейчас в политику активно начинают вступать молодежь. Причем начинают вступать не столько по осознанности, а сколько благодаря тому, что им диктует медиа. Сейчас в целом во всем мире есть тренд ко всему, что связано со словом «эко», и поэтому партия становится трендовой. И здесь, знаете, даже потому, что, наверное, многие не читали программу этой партии. То есть я бы даже провел, наверное, аналогию с тем, что было у нас когда-то на Майдане, когда сторонники евроинтеграции скакали, ожидая европейские зарплаты, ну, а получили все знают что. Поэтому молодежи важно помнить, что если есть желание бегать и собирать крышечки по мусоркам, для того, чтобы их куда-то сдавать, переработывать, должна быть промышленность развита. Для того, чтобы эта промышленность могла перерабатывать эти крышечки, для того, чтобы делать какие-то новые полезные вещи. Поэтому важно все-таки вчитываться в программу и думать более глобально, насколько важно для страны, кроме экологии. Интересно то, что при этом рейтинг альтернативы для Германии, в принципе, остается неизменным. Вот, по-моему, там, по-моему, ну, бывает отклонение 2-3%, хотя если посмотреть даже по каким-то местным выборам, то зачастую набирает большинство. Потому что немцы все-таки разочаровались тем курсом, который вели демократы, где я имею в виду этой эмиграции. И кроме того, что альтернатива для Германии не только говорит о эмиграционной политике, они также говорят о наболевшем, о том объединении Германии, которое, в принципе, до сих пор не состоялось. И вот этой во многом социальной разницы, потому что, например, в Восточной Германии там даже пенсии получаются гораздо ниже, чем в ФРГ бывшей, то эти вопросы остаются по-прежнему актуальны. Рейтинг СТПГ просел, по-моему, у нас тоже на сколько-то там, порядка 5-7%. Вот, правда, могу чуть-чуть работать. Ну, сейчас в районе 14-15%, но это просто катастрофа, которой вообще никогда в истории не было, ну, послевоенной. Варианты, с кем блокироваться, ну, это фактически разные альтернативы развития, ну, будем говорить пока про ХДС. И вот в связи с этим, а какие позиции отстаивают потенциальные кандидаты после того, как линия Меркель, ну, судя по всему, пресеклась с уходом Аннегрет со своего поста? Я все-таки делаю ставку на Мерца, потому что сейчас, во-первых... Ну, человек с историей, большой в партии. Да, во-первых, я сразу отбросил бы Норберта как технического, да, фиктивного кандидата, который, в принципе, ничего не изменит. Поэтому сейчас есть либо повторить традиционный курс Меркель, если мы говорим об Армине, либо же уйти кардинально в сторону трансатлактики. Вот чем может быть, на самом деле, Мерц опасен, на мой взгляд, своим очень-очень про-некоторым про-американским векторам, тем более, опять же, подговаривают про то, что он имеет и теневые источки финансирования с той стороны, потому что он очень крупно его пиарит медиа, и, скажем так, компромат на него особо таковой считается, что на него нет никакого компромата. Но, например, чем может быть опасно, что в этом случае Германия может очень сильно, открыто даже поддержать Америку в какой-то ее агрессии, в каких-то вторжениях. Это может быть просто тотально. Благодарю вас за разбор ситуации. Это был Владимир Ларин, медиаэксперт. И в заключение приведем статью из Испанской АБЦ под названием «Роберто Буриони – врач и вирусолог». Гомеопатия так же эффективна, как и гороскоп. Буриони – знаменитый врач-микробиолог и вирусолог, популяризатор вакцин и борец против ненаучных мифов. Стал широко известен в 2016 году после одного ток-шоу по поводу пользы и вреда вакцин, где заявил «Земля круглая, бензин легко воспламеняется, а вакцины безопасны и эффективны. Остальное из сказанного здесь – опасная ложь». После этого простого сообщения, которое он позже растолковал в своем посте на Фейсбуке, прочитанном миллионами людей, «Роберто Буриони» стал символом движения за признание пользы вакцин и борьбы против фейковых новостей. В частности, журналист задает Буриони вопрос. В своей последней книге «Гомеопатия. Ложь. Легенда и правда» вы пишете, что она в лучшем случае может дать спокойствие и оптимизм благодаря внушению. Ответ. Гомеопатия не имеет доказательств своей эффективности. Наука говорит, что гомеопатия так же эффективна, как и гороскоп. На этом позвольте завершить программу и пожелать всем зрителям не болеть и читать только позитивные гороскопы. До встречи через неделю с Международной панорамой и ее ведущим Дмитрием Джангировым. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова